Здравствуйте! В эфире Таганрогская телевизионная сеть. Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу» и эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токарян. Мы продолжаем разговор о церковных таинствах. Сегодня речь пойдет о миропомазании, рассказывает настоятель Ильинского храма Иерей Борис Гущин. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! В прошлый раз мы с Евгением Степановичем Токарьяном и вами поговорили о крещении, как о вхождении человека в общество верующих, в Святую Церковь Христову. И вот, продолжая нашу беседу, нужно сказать, что сразу же после него, после крещения, совершается еще одно очень важное церковное таинство. Внешне оно происходит настолько быстро и незаметно, что люди иногда даже и не подозревают, что произошло событие, перевернувшее их жизнь. Речь сегодня пойдет о так называемом миропомазании. Миропомазание — это такое таинство, в котором верующему при помазании Ему, освященным миром некоторых частей тела, подаются дары Святого Духа, помогающие возрастать и укрепляться в духовной жизни. Такое его определение дается в разных церковных книгах и учебниках, что, в общем-то, и соответствует действительности. В православной церкви оно всегда совершается вместе с крещением, или, вернее сказать, сразу же после него. Их даже можно объединить одним общим названием — таинство, посвящение или вхождение в церковь. Как только человек выходит из крещальной купели, священник, совершающий этот чин, дальше читает молитвы и крестообразно помазывает ему лоб, глаза, ноздри, уши, грудь, руки и ноги таким особым освященным ароматным составом, так называемым миром, произнося при этом слова «печать», «даро Духа», «святаго», «аминь». Происходит это помазание довольно быстро, и поэтому в сравнении с таким продолжительным чином, как крещение, находится как бы в его тени, и кажется, как просто один из его многочисленных обрядов. Что же касается символики этого таинства, то печать и миропомазание — это древнейшие символы. Печать — знак принадлежности чему-либо, либо кому-либо. Как, например, в Евангелии говорится, что Бог положил на Иисусе свою печать. Помазание миром также символизирует власть и достоинство. Вы читали, наверное, что в Древнем Израиле через миропомазание свою власть принимали цари и священники. Это означало, что они не самозванцы, а приняли свое служение от самого Бога. Греческое слово «Христос» — оно тоже переводится как «помазанник». Изначально апостолы, ученики Христовы, передавали верующим дар Духа Святого через возложение своих рук на головы новокрещенных. Но когда счет верующих пошел уже на тысячи, то они просто физически не могли присутствовать на каждом крещении. Поэтому они стали освящать мира, которое передавалось священникам, и уже они, в свою очередь, совершали это таинство через помазание. У нас в Православной Церкви такой порядок совершения миропомазания существует и по сей день. Христиане верят, что именно Святой Дух ведет их ко спасению, а через миропомазание христианину лично подаются дары Святого Духа для духовной жизни и для более полноценного общения с Богом. Такая вот сегодня у нас с вами беседа. Мы с вами поговорили еще об одном из церковных таинств. И в следующих наших встречах мы этот цикл продолжим. Вам же всем желаю мира с Богом, добра, здоровья и счастья, знать свою веру, и пусть все у вас будет хорошо. И мы еще не раз с вами встретимся в наших дальнейших беседах. Для этого можете подписаться на канал Евгения Степановича на YouTube. И до встречи, дорогие друзья, братья и сестры. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Обладатель городского знака доверия потребителей шашлычная 5 звезд хорошо известна в Стаганроге. Здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты, маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины, чтобы пожарить их самостоятельно. А также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги, шампиньонов, картофеля и овощей. Заказ можно получить лично или к назначенному времени его вам доставят по указанному адресу. Доставка по городу бесплатная. Вас ждут по адресу улица Дзержинского, 144-L, ежедневно с 11 до 23.00. Телефон для заказов 633-555. Чтобы новогодние праздники прошли весело и без последствий для вашего здоровья, необходимо помнить несколько простых правил. О них вам сегодня рассказывает ваш домашний доктор, врач-невролог Владимир Кобзарев. Здравствуйте! Из года в год мы с нетерпением ждем новогодний праздник. Дети ждут Деда Мороза и подарков, а взрослые – хорошего праздничного стола и веселой компании. Но как же не переесть в этот день? Приготовление в больших объемах всевозможных яств и заморских блюд на Новый год стало уже традицией. И как же обойтись без газированных напитков и алкоголя? После такой массированной атаки на организм в течение нескольких дней бывает сложно прийти в норму. Чтобы новогодние праздники прошли весело и легко, следует придерживаться нескольких простых правил. Наш главный девиз в предпаздничный день – не проголодаться. Мы весь день занимаемся приготовлением всевозможной пищи, шинкуем салаты, маринуем рыбу, жарим шашлыки, печем торты. И среди всей этой суеты нужно не забыть поесть, чтобы не сесть на парижный стол голодными. Это поможет вашему организму справиться с предстоящей нагрузкой. Нужно пересмотреть меню и сделать акцент на овощные и легкие блюда. Желательно исключить из рационов на прочном столе хлеб, углеводы. Лучше заменить гарниры в виде картофельного пюре и картошки фри легкими овощными гарнирами. Не забывайте про рыбу. В рыбе содержатся ненасыщенные жирные кислоты, а также витамины Е и Д, которые будут главными вашими помощниками в борьбе с алкогольным опьянением. Из рыбы лучше выбирать жирные сорта – осетрина, форель, семга. Старайтесь не пить газированные напитки. Содержащийся в газированных напитках углекислый газ усиливает брожение, а также значительно усиливает всасывание алкоголя. Не смешивайте алкогольные напитки. На новогоднем столе нельзя обойтись без бокала шампанского, но можно его просто пригубить. Да и вообще, старайтесь пить в меру. В новогодние праздники пищевая нагрузка на организм колоссальная, и нужно помочь своему желудку с ней справиться. Можно это сделать с помощью лекарственных препаратов, таких как панзинорм, мезимфорт, фистал, приняв их во время еды. Чтобы не переедать на Новый год, планируйте празднование таким образом, чтобы иметь возможность выходить из-за стола. Всевозможные конкурсы, прогулки, викторины, танцы помогут сжигать постоянно прибавляемые калории, а также провести меньше времени у стола. Если все-таки новогоднюю ночь вы переели и перепили, то на другой день на помощь вам придут кисломолочные продукты, рассолы, легкая диета и те медикаментозные препараты, о которых я говорил ранее. Я надеюсь, что мои простые советы помогут встретить вам Новый год в добром здравии. С Новым годом! Здоровья вам! Сегодня свой рецепт зрителям программы предлагает Оксана Шамильян. Надеюсь, что многие хозяйки используют его, готовясь к Новому году и Рождеству. Здравствуйте! Сейчас мы приготовим десерт, который может украсить любой праздничный стол, в том числе новогодний и рождественский. Для этого нам понадобится мед, дробленый грецкий орех, сахар и вафельные коржи. Выкладываем в кастрюльку мед и ставим на медленный огонь. Мед растворился. Теперь мы туда добавим 3 столовые ложки сахара и будем помешивать до полного растворения крупинок сахара примерно 8-10 минут. Сахар полностью растворился. Теперь мы снимаем кастрюльку с огня и размешиваем с орешками. А теперь готовую начинку будем выкладывать на вафельные коржи. Когда мы начинку разровняли, накрываем ее вторым вафельным коржем и переворачиваем. Точно так же делаем следующий корж. Теперь, когда я разровняла орешки, накрываем вафельным. Вафель, переворачиваем, ложим сверху и придавливаем досточку. Можно даже положить что-нибудь сверху гнет, хотя бы на полчаса. Через полчаса приготовленные нами кузинаки можно нарезать и подавать к столу. Кузинаки с орехами и медом готовы. Приятного вам аппетита! Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра целебные травы. Рассказывает руководитель предприятия целебные травы Северного Кавказа Екатерина Олейникова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об уникальном препарате о соке черного ореха. Черный орех является ближайшим родственником грецкого. Кожура плодов у черного ореха очень твердая, поэтому в отличие от грецкого он не употребляется в пищу. Зато плоды растения имеют уникальный химический состав, который оказывает огромное положительное влияние на организм. На протяжении многих лет растения изучали и исследовали его свойства. Установлено, что черный орех содержит биологически активные вещества, обладающие уникальными омолаживающими свойствами. В черном орехе содержится большое количество витаминов, минералов, органических кислот, дубильных веществ, лаваноидов. Черный орех является богатейшим источником йода. По сравнению с грецким орехом, содержание действующих веществ превышено в 4-5 раз. Основным биологически активным веществом черного ореха является юглон – уникальное соединение, придающее ореху своеобразный йодистый запах и обладающий ценнейшими антибактериальными, противопаразитарными, противогрибковыми, противоопухолевыми свойствами. Юглон является природным антибиотиком, устраняет рост и развитие бактерий, вирусов, грибковых микроорганизмов. Главное свойство черного ореха – это способность избавлять организм от паразитов и их личинок. Также сок полезен при любых опухолевых процессах, диабете, грибковых заболеваниях, зашлакованности организма, болезнях суставов. Он нормализует артериальное давление, очищает кровь, избавляет от инфекций. Проявляет активные оздоравливающие свойства при псориазе, экземе, хронической усталости, артрите, болезнях желудка, кишечника, геморрои. Болезнях печени, суставов, при ожирении. Поскольку содержится большое количество йода, то он полезен при гипофункции щитовидной железы. Принимают черный орех каплями или чайными ложками в зависимости от возраста. Его можно успешно сочетать с травяными чаями и бальзамами. Лечение было максимально эффективным. Более подробно о данном препарате вы можете узнать в фитоцентре «Целебные травы» или на сайте лечаттравы.рф. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания. Вас ждут по адресу город Таганрог, улица Александровская, 79, ежедневно с 8.30 до 18.30. Телефон горячей линии 8 800 775 3191. Уже совсем скоро нам предстоит праздновать самый добрый и сказочный праздник. О его истоках вы узнаете сегодня из исторической странички программы. Приближаются самые любимые нашим народом новогодние праздники, когда все мы и взрослые и дети ждем от них маленького чуда. Загадываем под Новый год какие-то желания и надеемся, что они будут исполнены. Однако вот это состояние предчувствия чуда, какого-то волшебства, оно оказывается имеет под собой некие исторические традиции. Дело в том, что главный персонаж этих праздников Добрый Дедушка Мороз имеет некоторое отношение в народной традиции к одному из популярных святых Русской Православной Церкви Святому Николаю Угоднику, день памяти которого 19 декабря отмечает Православная Церковь. Дело в том, что в западноевропейской традиции существует предание об одном отце семейства, который в средние века попал в тяжелейшую зависимость к расставщикам, и чтобы спасти свое многочисленное семейство, уже задумывался над тем серьезно, как бы продать в рабство две своих совершеннолетних дочери. И вот мимо окошка дома, где он думал эту тяжелую думу, прошел старик, а в форточку влетел мешочек с золотыми блестящими монетами. Это и было первым подарком от некого доброго дедушки. И когда этот человек пришел в церковь, он увидел, что на иконе, которая была в церкви, был изображен святой Николай Угодник. С тех пор в западноевропейской традиции в Австрии, Швейцарии, Северной Италии Деда Мороза называют святым Николасом, то есть святым Николаем. Однако в качестве доброго дедушки Мороза этот персонаж перекочевал уже в Россию благодаря усилиям Петра Алексеевича Романова. Дело в том, что до Петра Алексеевича Новый год в России отмечали по-разному. Он подмечался и в марте, и в сентябре. Но в сентябре он носил такой характер чисто религиозный. Царь и патриарх садились на особом помосте возле храма, служились молебны, все окроплялись святой водой и после этого считалось начало Нового года, новолетия, как говорили в Русской Православной Церкви. Однако, устремившись на Запад, Петр Алексеевич решил праздновать Новый год по-западноевропейски. Именно тогда он издал указ в 1699 году о том, чтобы в ночь с 31 на 1 января во дворах пробивались можжевеловые, еловые или сосновые ветки, а на отдалении в безопасном отстроении зажигались смоляные бочки в качестве иллюминации, запускались различные потешные ракеты и факелы. Таким образом, Петр Алексеевич ввел ту самую традицию Нового года с иллюминацией, к которой мы уже привыкли. Но Петр Алексеевич был весьма и весьма предусмотрителен. Он сказал в указе, чтобы на Новый год все не злоупотребляли горячительными напитками и не устраивали, как он выразился, мордобоя, ибо для этого и других дней в году достаточно. Таким образом, Петр Алексеевич попытался сузить широкую русскую натуру в праздновании Нового года. Ну и в это же время появилось усиленное употребление горячительных напитков в России. Дело в том, что до Петра Алексеевича их употребляли очень и очень умеренно в качестве слабого 5-6 градусного хлебного вина, то есть брашки легкой. А вот Петр Алексеевич, повадившись в немецкую Слободу в Москве, как раз-то и приобщился к крепким спиртным напиткам, которые, вы удивитесь, не являются нашей, так сказать, исканной народной традицией, а пришли к нам из Западной Европы. В Таганроге в 1700 году находились пленные шведские офицеры, которых привлекли к гарнизонной службе, другие западноевропейцы, которые были вольнонаемные, и они уже отмечали вот этот Новый год по западноевропейской традиции, укрепленной указом Петра I. А также Петр Алексеевич ввел ассамблеи, где мужчины и женщины общались свободно. Такой своеобразный аналог наших корпоративных вечеринок. Однако, несмотря на все усилия Петра Алексеевича, крестьяне продолжали встречать долгое время Новый год по-старому. И поэтому уже более-менее Новый год проник широко в начале в дворянские и аристократические слои населения при Екатерине II. Но и при ней этот праздник оставался все-таки дворянским. Для высших кругов Петербурга, Москвы то есть ставилась елка, дарились подарки, но все это было барскими забавами. Впервые публично елку установил в Петербурге император Николай I в 1852 году. Простовому народу возле этой елки раздавались подарки от имени его царского величества. И с тех пор праздник пошел в массы. И уже к 1914 году, времени правления императора Николая II, Новый год уже проник в народные слои и стал всенародным любимым праздником. Но, увы, история сделала очередной кульбит. Николай II был вынужден запретить празднование Нового года в связи с тем, что это немецкая затея. А ведь в 1914 году Россия вступила в войну с кайзеровской Германией. После свержения царского режима большевики решили новогодний праздник поддержать. Но уже по-своему. Вместо восьмиконечной рождественской звезды на елке они установили пятиконечную пролетарскую звезду с серпом и молотом как символ надежды на светлое будущее, которая будет достигнута в ходе мировой революции. Этот праздник длительное время существовал и Владимир Ленин даже ходил в детские дома на этот праздник и вручал новогодние подарки детям. Но затем вновь произошел кульбит. Бдительные идеологи после смерти Ленина решили, что этот праздник буржуазный, иностранный, ему не место в пролетарском Советском Союзе. И он был запрещен. И в 1935 году, укрепивший свою власть Иосиф Бессонович Сталин, этот праздник вновь разрешил. Ему нужны были общие традиции и обычаи, которые бы сплачивали большую разноплеменную страну, такую как Советский Союз. И этот праздник с тех пор победно стал шагать по нашей стране. И уже после победы в Великой Отечественной войне он стал красным днем календаря, то есть выходным днем. И с тех пор мы его отмечаем, несмотря на смены политического строя режима, в том виде, в каком мы его привыкли понимать и видеть. Вот такие исторические кульбиты произошли с этим праздником. А начало его идет от Святого Николая и реформаторской деятельности основателя нашего города Петра Алексеевича Романова. Обладатель городского знака доверия потребителей «Шашлычная пять звезд» хорошо известна в Саганроге. Здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты, маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины, чтобы пожарить их самостоятельно. А также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги, шампиньонов, картофеля и овощей. Заказ можно получить лично или к назначенному времени. Его вам доставят по указанному адресу. Доставка по городу бесплатная. Вас ждут по адресу улица Дзержинского, 144-L, ежедневно с 11 до 23.00. Телефон для заказов 633-555, шашлычная, 5 звезд. В новогодние и рождественские праздники таганрожцам не всегда удается. Слепить снежную бабу, поиграть в снежки, покататься на санках. Но иногда и в наш город приходит по-настоящему красивая снежная зима. Вот такой она была в декабре 2012 года. Все, что было много лет назад Сны цветные бережно хранят. И порой тех снов волшебный хоровод Взрослых в детство за руку ведет. Сны, где сказка живет и чудес. Сны, где можно достать звезду с небес. Сны, где можно достать звезды с небес. Детских снов чудесная страна Людям всем до старости нужна Только жаль, что нам, когда взрослеем мы Редко снятся те цветные сны Сны, где сказка живет среди чудес Сны, где можно бросать звезду с небес Счастлив то, счастлив то Детство есть, детство наше давно Прошло, в прошлой жизни буква Прочло, лето, осень, зима И нет весны Но хранят той весны тепло Но хранят той весны тепло Наши детские сны Наши детские сны Наши детские сны Наши детские сны На сегодня это все. Завершая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу сказать, что теперь программа «Обо всем понемногу» будет транслироваться и на YouTube-канале «Евгений Токарян» каждый вторник в 19.00. Приглашаю всех желающих стать первыми зрителями 29 декабря. Прощаясь, я поздравляю всех с Новым годом, с пожеланиями здоровья и надеждой на то, что он будет добрым и счастливым. Продолжение следует...